Бизнесу «Зеленый свет» крымские власти определились, какие предприятия и организации могут возобновить работу с начала мая. Перечень озвучил премьер-министр республики Юрий Гоценюк на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Первый пункт в списке особенно порадует девушек и женщин, потому что запускают свою работу парикмахерские и салоны красоты. И наконец-то открываются окошки на покраску, маникюр и ресницы. Но чтобы приступить к делу, нужно выполнить ряд требований. К бьюти-сфере они особо строгие. Прием клиентов по предварительной записи, ожидание очереди на улице, в одном помещении обслуживание только одного посетителя, после каждого дезинфекция рабочего места и, главное, специальная форма защиты сотрудников. Перечень мер, которые продиктованы Роспотребнадзором, он достаточно емкий и трудновыполнимый, поскольку продукция защиты, она не продается в магазинах, мы ее просто пошли на заказ. Если маски до карантина стоили 150 рублей за пачку, в данный момент они стоят 2 500. Что касается рециркуляторов, их нет. Мы успели купить. Все не смогут открыться 1 мая, это однозначно. Многим нужно больше времени на подготовку. К остальным предприятиям требования не такие жесткие. Предлагают возобновить полноценную работу и магазинов по продаже стройматериалов, хотя свою деятельность они не останавливали, перешли в интернет. За период самоизоляции, наоборот, прослеживается определенный рост продаж, связанного, наверное, с режимами самоизоляции. Люди остаются дома, готовы делать ремонт, ходить особо никуда нельзя. Давайте делать ремонт, мы им все это возим. На сколько процентов приблизить? Около 30%. Восстановлению прежнего режима работы Рады это удобнее и менее затратно. Запрет снимут из предпринимателей и организаций, которые торгуют автодеталями, смазочными материалами, шинами, покрышками и автомобильными камерами. Мы не планируем, что это будет значительный приток клиентов, мы не планируем, что это будет высокий спрос, потому что сейчас, наверное, не самое подходящее время. Но, тем не менее, клиенты, мы их ожидаем, клиенты будут, мы уверены в этом. И те, кто к нам сможет прийти, мы готовы обеспечить безопасность. Кроме того, что в наличии должны быть градусники, маски и санитайзеры, а также соблюдаться дистанция в 2 метра, бизнесменам нужно будет направить уведомления о старте работы, а также указать номера телефонов, чтобы правоохранители могли проверять, куда направляются прохожие и автомобилисты. С полным списком предприятий можно ознакомиться на сайте правительства. Екатерина Серегина и Рустам Файзулин. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова